МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Прямо сейчас о главных событиях в республике в студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. Как учить учителей? За круглым столом в Чувашском государственном педагогическом университете обсуждали профессиональную подготовку педагогов. Спасибо за труд. В России празднуют День Добровольца. Да будет свет. На трассе М7 Волга оборудовали освещение после вмешательства прокуратуры. Как совершенствовать систему подготовки учителей? Сегодня этот вопрос обсуждали в Чувашском государственном педагогическом университете. Круглый стол с преподавателями, студентами, работодателями прошел с участием главы республики. Сему продолжит Дмитрий Ковалев. Утро будущего педагога начинается в читальном зале. Чтобы стимулировать растущий интерес к литературе, в библиотеке вуза развивают современные технологии. У каждого студента появился онлайн-кабинет. Чтобы забрать книгу, необходима кампусная карта. Это быстро, удобно и современно. Нам очень нравится, что сейчас есть такая функция. Они могут проверить у себя в личном кабинете, то есть какая книга у них за должности, какой они еще могут пользоваться. Но еще 10 лет назад о таких технологиях и вообразить было трудно. Все меняется стремительно. За последние годы только на развитие образования республики из бюджета направили многомиллиардные суммы. Глава региона отметил, что в перспективе по своей оснащенности и сельские школы не должны ничем уступать городским. Для вас тоже огромные перспективы открываются. Наша задача вместе с вами принять вот эти ответственные решения. И садики открываем новые, современные, инновационные. Потребность в педагогических кадрах будет только расти. Если в этом году в муниципалитетах республики было открыто 3 новые школы, то в следующем возведут еще одну в микрорайоне Новый город. Вакансий сотни, но необходимы квалифицированные специалисты, которые готовы работать в реалиях постоянно развивающейся системы образования. Немаловажный аспект – уровень заработной платы. Вот данные последнего соцопроса, проведенного в университете. Более 70% выпускников вуза хотят получать до 50 тысяч. Но при этом только каждый пятый студент планирует и дальше работать в районе. В следующий важный момент, значит, вы будете работать после окончания. 63% говорят, да, мы определились, будем педагогами работать. Но из этих 63-х, 60% говорят, да, если смогу устроиться на интересующее меня место работы. Настраивает на ту мысль, что иногда мы управляем своих детишек, лишь бы получить высшее образование. Но, конечно же, поступать в вузы, выпускники школ должны осознанно, чтобы потом не пожалеть о своем выборе. Эту проблему могут решить целевые приемы в университет, когда за обучение студента и будущее трудоустройство ручается работодатель. Все меньше и меньше молодых людей берут целевое направление. Я считаю, что действительно будет правильно, если студенты, которые взяли целевое направление, будут выплачивать какую-то стипендию во время обучения. Предложение Оксаны, которая получит диплом, в следующем году глава региона поддержал. Решить проблему с кадрами отметил Михаил Игнатьев. Должна и программа «Земский учитель». Наша задача – обеспечить ежегодно специалистами по своей компетенции. В рамках программы «Земский учитель» выпускникам вузов, приехавшим на село, будут выплачивать миллион рублей подъемных. Сейчас у большинства школ острая потребность в преподавателях технологии, математики, физики и иностранных языков. А вот количество студентов из-за рубежа в университете растет. Недавно здесь был открытый центр китайской культуры. Наш выпускник магистратуры будет получать два диплома. Один диплом российский, другой китайский. Сегодня 20% у нас доли иностранных студентов. Это очень хороший показатель. Григорьев Александр приехал учиться в республику из Ямало-Ненецкого автономного округа и сейчас работает в Чебоксарах преподавателем истории. Конкретно первый год я дал сам себе такой пробный. Понравится – останусь, не понравится – уйду. Но именно в школе чувствуется постоянная поддержка молодых специалистов. Качество образования в республике в следующем году оценят международные эксперты. Дмитрий Ковалев и Павел Иритков. Республика. В Чебоксарских школах будут готовить кадры для цифровой экономики. В шести столичных образовательных учреждениях создадут математические и информационные лаборатории, кабинеты технологии. Проекты по распространению лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков представили школы 38, 47, 3 и 4 лицей, гимназия номер один и детский технопарк «Кванториум». Общая сумма субсидий на реализацию центров цифровой подготовки составит 33 миллиона рублей. Образовательные учреждения стали обладателями грантов в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». В столичных микрорайонах Солнечная и Ясная Поляна идет интенсивное строительство. В каких-то домах уже живут новоселы. Автомобильные дороги, многие пешеходные дорожки пока временные. Сейчас идет строительство основной дороги, связывающего микрорайона с основной магистралью. Поэтому временные периодически становятся недоступными для автовладельцев и жителей. Чебоксарка Татьяна Гаврилова ждет третьего малыша. Счастливое ожидание омрачает чувство дискомфорта. Она наряду с соседями попала в безвыходное положение в прямом и переносном смысле слова. Ситуация для меня лично очень тяжелая, потому что мне приходится ходить часто очень на последних сроках беременности в больницу с двумя маленькими детьми. Таксисты не всегда заезжают, а здесь очень опасно ходить, потому что техника. За ребенком тоже я не услежу. Вот он побежит, если на дорогу. Взамен этой бременной дороги строится новая. Сейчас по бульвару Солнечному дорожники активно завершают укладку земляного полотна. Уже сделаны щебеночные основания. Строительство 400-метровой дороги по контракту должно завершить до конца декабря. Работа кипит. Вместе с тем поднимается и градус недовольства жителей. А вчера здесь дорогу перекрывали полностью. Людей не пропускали. Люди проходили оттуда по трапу. Там вроде деревянный трап, по которому по коляскам неудобно спускаться. Сразу не пройдешь. Они восстанавливают. Машина работает. Машина освободит дорогу. Тогда не пропускает. Приходится скорую вызвать. Мы на данный момент тоже болеем. И просто даже не вышли сегодня в больницу, потому что не можем дойти. Дорога не освещена. Это во-первых. Мы ходим на кружки, возвращаемся вечером. Ребенок может потеряться, заблудиться. Жильцы, конечно, понимали, что переезжая в новостройку, они должны быть готовы к временным неудобствам. Заманили, как говорят. А теперь вон только дороги строят. Надеюсь, в кроме времени все будет. Экстремальные дороги на выживание молодых мам. Ходить не очень удобно, конечно. И деревянные носилы очень скользкие. Глава администрации Алексей Вадыко в своем инстаграме высказал свою озабоченность сложившейся ситуацией. А на сегодняшней прямой линии обещал принять первоочередные меры. Наталья Мальчикова, Маргарита Мельникова, Андрей Спиридонов. Республика. Вот как прокомментировали сложившуюся ситуацию в администрации города Чебоксары. В микрорайоне Солнечный ведется строительство автомобильной дороги. Строительство этой автомобильной дороги, кроме самой дороги, входит также сооружение тротуаров и наружного освещения, которое будет соединять с автомобильной дорогой Сломаса и, соответственно, с проспектом трактора строителей. Планируемое завершение строительства данных автомобильных дорог до конца текущего года. Временное пешеходное сообщение, коих там на сегодняшний день три. С микрорайона Солнечного до проспекта тракторостроителей существующей жилой застройки. Они существуют, есть и по ним сейчас люди ходят. Возможно, возник вопрос, тот же самый, что и сегодня на прямой линии у Ладокова Алексея Олеговича задали вопрос, о возможном временном освещении на одном из тротуаров и сооружении где-то местами досок, которые прохудились, по которым сейчас ходят люди, для более комфортного передвижения. Этим сейчас занимаются подразделения города. В ближайший день-два временное освещение и восстановление дощатого покрытия, где оно прохудилось, планируется в течение двух-трех дней. Вопрос транспортного сообщения с новыми столичными микрорайонами прозвучал сегодня и на прямой линии главы Чувашии с жителями республики. Ее организовало издание «Про город». Линия транслировалась в социальной сети ВКонтакте. Михаил Игнатьев впервые вышел в прямой эфир в соцсетях. За несколько дней на портал «Про город» поступило более 300 вопросов. За два часа глава Чувашии ответил на часть из них. Среди вопросов благоустройства территории в новых микрорайонах столицы, строительства там школ и садиков. Жители других муниципалитетов волнуют отсутствие дорог в населенных пунктах качества питьевой воды. Кстати, последняя тема самая актуальная. В одном из районов Мариинского посада, сказали читатели, воду из местного водопровода пить невозможно. Михаил Игнатьев рассказал о начале реализации федеральной программы «Чистая вода». В ее рамках во многих муниципалитетах построят новые сети, модернизируют старые. Реконструкции подвергнутся и водонапорные башни. Это будет решение исторической проблемы. В Чувашии продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В рамках проекта на территории республики не только ремонтируются и строятся автомобильные магистрали, но и появляются новые остановки и павильоны. Подробнее об изменениях на дорогах в нашем сюжете. Поселок Сосновка растянулся вдоль Волги. Транспортные остановки в начале и конце. Дойти до них не всегда под силу мамам с маленькими детьми, пожилым. Да и сами места для ожидания автобуса или маршрутки уже давно не соответствовали стандартам безопасности. Было очень неудобно. Когда их не было, было очень неудобно. Создание придорожной инфраструктуры – одна из целей национального проекта. Подрядчик оборудовал на автомобильной дороге «Вятка», идущей через поселок Сосновка, две остановочные площадки, павильоны и пешеходный переход. Проект стоил весь 1,6 млн рублей. Финансирование происходит из республиканского и федерального бюджета. Удобство сразу же оценили местные жители. Не надо под дождем и снегом, иногда и по грязи, добираться до дальней остановки. Построили замечательные остановки, довольно быстро. Вот теперь пользуемся все, очень рады. Необходимость в строительстве остановочного павильона была и в Мариинско-Пасадском районе. Здесь, на автомобильной дороге «Волга-Мариинский-Пасад», близ деревни Шигаева, также построили новый остановочный павильон. Все было выполнено, установлены для удобства пешеходов, были сделаны переход, тротуары, подходы к павильонам, установлены дорожные знаки, дорожные ограждения для безопасности движения пешеходов. Как отмечают в республиканском Минтрансе, строительство остановочных пунктов существенно улучшает транспортную ситуацию на дороге, создает безопасные дорожные условия. Богдана Дойникова, Валерий Рязюков, Республика. После иска прокуратуры Чувашии к федеральному казенному учреждению «Волга-Вятск-Упардор» на трассе М-7 «Волга» оборудовали дополнительное освещение. Появилось оно возле деревни Большие Карачуры. Над остановкой станции Чебоксера и пешеходным переходом свет раньше загорался только когда в ясные дни энергию копили солнечные батареи. Само собой, зимой здесь зачастую было темно. До этого много здесь случаев ДТП было работников железнодорожного транспорта, смертельные случаи были. Но вот недавно, где-то месяц назад, когда провели освещение после дороги, они подключили к общей сети. Сейчас уже освещение и вдоль дороги, и здесь на остановке, где переход. Сейчас нормально. Люди переходят с работы. После работы вроде сейчас более безопасный переход стал. Участок трассы М-7 до и после деревни Большие Карачуры вообще имеет нечистую репутацию. Высокая частота ДТП здесь действительно отмечалась нередко, в том числе и в вечерние часы. Причины разные. Но, ко всему прочему, как выяснила прокурорская проверка, на протяжении с 648 по 650 километров безопасность не соответствовала дорожному регламенту. Имел место факт отсутствия стационарного электрического освещения на участках автомобильной дороги федерального значения М-7 Болга, проходящих по территории населенных пунктов и за их пределами на расстоянии не менее 100 метров от них. Что явилось основанием для обращения прокуратуры Ленинского района города Чебоксары с исковым заявлением в Советский районный суд города Казани о возложении обязанностей на федеральное казенное учреждение Волга-Вятска-Упроавтодор по проведению работ по устройству наружного стационарного электрического освещения. За полгода после решения суда на трассе федерального значения установили уличное освещение общей протяженностью 13 километров, в том числе и на дорогах Яуши, Лапсары-Карачуры и Кугеси. Чем светлее, нам всем лучше. Лишь бы не было ДТП, люди лишь бы не болели, радовались. Приятно, вот сейчас туман будет, видимость ноль, например. Мы-то лады местные знаем, посторонние же не знают, когда освещение. Приятно? Я вот раньше в Уфу ездил, как бы, да, здесь, по этой трассе, да. Без освещения, конечно, плохо было, особенно ночью. Потому что видимость плохая, особенно в такую погоду. Сейчас значительно лучше стало. Электрическое освещение по нормативам обязательно на пешеходных переходах, остановках общественного транспорта и участках трассы за пределами населенных пунктов на расстоянии не менее 100 метров. Ирина Волкова, Маргарита Мельникова, Павел Иритков, Бахтияр Велиев, Республика. 5 декабря – Всемирный день волонтеров. В Чувашии действует 1700 команд. Это более 50 тысяч человек. Они работают в самых разных направлениях – в культурном, патриотическом, экологическом, спортивном, медицинском. В их числе молодые люди и добровольцы в возрасте. Сегодня в столичной горе администрации чествовали лучших волонтеров республики. Они убирают улицы, навещают бездомных животных в приютах, помогают в больницах, домах престарелых, детских домах. Каждый человек может совершать хорошие поступки, но объединившись, они становятся великой силой добра. Лучших из лучших награждают дипломами и памятными подарками. На сцену большинство из них выходят уже не первый раз. С каждым годом добровольческое движение в республике становится все активнее и интереснее. Проекты волонтеров выходят на международный уровень. Их труд очень заметен и ощутим. Эмоции самые лучшие, когда все вокруг меня единомышленники, которые меня понимают с полусловом. Кроме этого, мы получаем еще больше опыта, как быть коммуникабельным, как быть ответственным человеком. И всю внутреннюю организацию мероприятий. Самые прям масштабные – это «Бессмертный полк» 9 мая, акция «Сань первым» 1 июня, 100-й чемпионат России по легкой атлетике. Волонтерство – это не просто социально полезная работа. Это стиль жизни тех, кто решил идти дорогу добра. Помогать нуждающимся, дарить радость и тепло окружающим, делать мир ярче, а людей счастливее. Рифат Фаткулин, Юлия Адюкова, Валерий Рязюков, Республика. На днях детская слэдж-хоккейная команда «Адал» вернулась в Чувашию с Серебряным кубком Всероссийского фестиваля. Он прошел в Олимпийском парке Сочи. Фестиваль детской слэдж-хоккейной лиги объединил 16 команд из 14 регионов России – от Красноярска до Санкт-Петербурга. В зависимости от уровня и игрового опыта команды разделили на 4 дивизиона. Слэдж-хоккеисты из Чувашии сражались во втором. В подборочном туре они провели 4 игры. В финале наши ребята на льду встретились с соперниками из подмосковного города Одинцова командой «Умка». Но уступили со счетом 3-0. Команда «Адал» из Чувашии завоевала Серебряный кубок детской лиги. И в качестве приза ребятам вручили сертификат на приобретение спортивного инвентаря и копировки. По оценке, судя в числе лучших вратарей турнира – галкипер чебоксарской команды Иван Шостаков. На данный момент он является лучшим вратарем детской сборной России по слэдж-хоккею. Специального приза как лучший игрок турнира также удостоился юный чебоксарец Михаил Козлов. Это все новости к этому часу. Далее полезная информация. А я с вами прощаюсь. До завтра. Одна за другой на улицах города появляются елки, преображаются витрины магазинов, а мысли хозяев устремляются к новогоднему меню. И если рецепты салатов вам подскажет интернет, то выбор торта стоит сверить с профессионалами. В кондитерской планете уже позаботились об украшении вашего праздничного стола. Мастера кондитерской планеты могут создать шедевр на любой основе – бисквитный, медовый, суфле, безе. Сверху торт покрывается сахарной мастикой, на которой можно рисовать, клеить аппликации и даже создавать малые архитектурные формы. Посмотрите на эту старинную машинку. Уж не на ней ли Гарри Поттер со своим другом добирались в Хогвартс? В любом случае, это самый подходящий транспорт для доставки подарков. Лучше разве что традиционная русская тройка под управлением Деда Мороза. Благодаря стараниям кондитеров и сам зимний волшебник, и его внучка выглядят отлично, улыбаются и машут. Если вам жаль, есть такую красоту, можно оставить ее как память о празднике. Сахарная скульптура будет украшать вашу кухню до следующего Нового года, как минимум. Можно даже разобрать ее и использовать как елочные игрушки. Композиции из различных ингредиентов мастера планеты создадут и по своим эскизам, и по рисункам заказчика. Во втором случае вы получите эксклюзивный праздник. Металлическая крыса это наверняка оценит. Уважаемые жители города и республики, кондитерская планета поздравляет вас с наступающим 2020 годом. Годом шустрой и упорной крысы. Желаем вам наступающему году здоровья, радости, достижения целей. И пусть хозяйка года поможет вам удержаться на гребне удачи. Срок изготовления тортов от одного дня до недели в зависимости от сложности. Они могут быть разными и по размеру, и по составу. Главное, чтобы, глядя на него, вы почувствовали, жизнь удалась. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова